доброго времени суток дорогие друзья у микрофона никита сегодня мы поиграем в roblox drive world вот я сразу говорю записываю эту серию не зная что под прошлым видео будет кип-росмотр вот паша ну на момент записи еще они не вышли вот ну короче я успел немножко еще поиграть еще разобрался с дрифтом те кто помнит у меня короче кпп такая есть но все это можно увидеть мои пока страницы ссылка если что ссылка есть на канале там где то есть ну или под видео должно быть не помню вот короче у меня есть ручный чок такой еще помимо руля собственно с ним можно кайфово дрифтить и почему здесь ты драк пол потому что у нас все не будет драк пола вский дрифт обстоятельствовать подливки мчатся я покажу насколько это кайф у нас еще дождик так эффектно началось его еще и гроза нифига они прям молнии сделали короче врубаем свет вообще по кайфу обстановка 321 погнали короче вот так вот саним короче вот такой вот дрифт кстати друзья вот я хочу извиниться за прошлое видео там короче качество было прямо люто плохое качана кратчат объясню что происходит для тех кто шарит в бессе вот я раньше записывал на ну короче через видеокарту вот и у меня был битрейт 20000 и короче картинка была четко и лагов не было а потом у меня сбились настройки оказалось что вообще как бы через видеокарту сейчас записывать не могу потому что у меня там кита драйвера мол старая я что-то обновлять сайта покуда значит страшно ставить ручную кита драйвера вот ну может со временем решусь кроме заранее всех случаев много видео снимаю чтобы ну типа если что-то получиться чтобы можно было как бы нормально решить проблему успеть чтобы не остаться без видео а так пока что записываю через процессор он у меня как бы тоже не слабенький ну конечно как для кого а и 5 11 поколения ну а видюху у меня если чё ртx 3050 ти ну ноутбучная то есть меня ноутбук 4 гига видеопамяти и 16 гигов оперативы вот собственно вы сейчас узнали хотя бы мои параметры ноута и короче чё хочу сказать сейчас я записываю через процессор на 10000 битрейта единственное что я сейчас заметил что небольшие лаги конечно есть из-за этого вот так что возможно я еще с ним в следующих видео поиграюсь но по крайней мере сейчас уже качество будет точно хорошее ну по крайней мере оно должно получиться не волнуйтесь я тестовые записи делаю я проверяю как оно все выглядит если вы сейчас видите какие-то мелкие такие лаги если чё я их тоже вижу кстати вот на драгпале реально ли подрифтить но это прям такой дрифт карт конечно малышу это драг машина она еще неплохая в дрифте чадовая коса нем и в тоннельчик вот так вот вылетаем просто божественным дрифт прям чётенький я даже не на дрифт очки доделаю просто типа для красоты это имба на других машинах типа не получается так красиво дрифтить то есть ну драгпал самая такая вот машина для дрифта реально на ней это делать максимально просто я еще все это время играл на руле вот и короче ну я уже полностью адаптировался к рулю альфа санем блин ну на большой скорости лаги конечно да есть битрейт потом попробую слегка подзанизить на может пищи 2 до 8000 я думаю качество от этого не должно будет упасть а фпс подрастет однозначно ну буду проверять экспериментировать кстати как можете заметить у меня третий уровень вот до этого был первый в первом видео вот сейчас я короче понял как поднимать короче просто в гонки катать вот я кстати даже заработал как видите хорошо так за гоночки и еще помимо гонок сегодняшних дрифта и все это мы еще короче на грузовике поразвозим короче грузы и я хочу возможность сегодня купить новый грузовик посмотрим как успеем может быть я насчет грузовика сегодня еще не обещаю ничего но если не сегодня то в следующем видео обязательно просто счет у меня опять на драйвинг драйв вон затянуло до дайвингов вот как решился туда видео записать так меня заново в него купа затянуло у меня столько целей появилось вообще насчет драйв ворда то есть поставить по милям десять тысяч хотя бы хотя думаю если я поставлю эти десять тысяч у меня там не денег и уровень будет такой что то линде с ну короче вся статистика в общем хорошо так подрастет на самом деле самый жесткий арабский дрифт это по воде может это конечно необычно звучит и по идее это так не должно быть на самый арабский дрифт это вода смотрите дрифт очки именно на дакпале можно нормально дрифтить набивая тупо дрифт очки а ну тут я уже попал в заложник ситуации мы 15 тысяч забрали только на одном лишь дрифте погналища дальше хасанить вот выскакивает он даже в дрифте набирает скорость где-то в районе двухста пятидесяти трехста держит сколько сейчас у нас будет этих очков давай давай набиваем очки короче не знаю давайте десять тысяч попробуем набить этих очков и давайте сейчас пробуем как-нибудь развернуться уже 4к 20000 мы уже срубили ё-моё нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет ой проскочили хорошо уже 5 тысяч очков давай обратно кружочек такой вот на самом деле не конечно по воде немножко надоедать дрифтить ну это как бы и слишком месячно а вот по городу это конечно кайф сейчас 10 тысяч короче побьем и дальше по городу полетим причем не сбивая эти очки посмотрим сколько я по городу продержусь просто по городу так прям люто понаваливать не получится особо я попробую на люто давай 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 очки 10 тысяч дрифт очков зашибись уже 26 тысяч рубиль на этом это стоимость одной комисс топовой гонки либо раунд ворлд либо голден вали джипи краски она сейчас ой ну да джипи по сути она краски у нас сейчас высветилась а все сбили дрифт очки полетом по свалки по хасаним ну короче дрифт получился прикольные 28000 это жестко было ух карте часть прилагаю гоночки погнали я один а фиг с ним раз я здесь один то можно короче попробовать пройти эту гонку не на время на дрифт давай тогда в принципе в дрифте постоянно счет находиться блин слишком маленькая дорога конечно вот сейчас побольше вот на это я уже смогу захасанить ой 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 нифига как можно красиво норм царик я щас понимаю насколько я щас насилую свой руль не зашли конечно ну ладно чатып не все кстати еще обязательно учить в комментариях мне вот очень важно ваше мнение я изначально хотел еще пересесть на клаву ну в принципе я привык к рулю то есть ну как бы сейчас нормальный на руле играется а вот я хочу спросить ваше мнение вам интерес смотреть с вебкой рулем или без вебки и на клаве точно узнать ваше мнение что то видео записывалось который 10 тысяч залетела она записывалась типа без вебки и без руля то есть там все на клаве было да и руля у меня еще тогда не было то есть мне вот интересно ваше мнение потому что собственно ваше мнение это то каким вы хотите видеть это видео насколько вам интересно будет его смотреть в каком виде скайс вебка я постарался поиграться чтобы она была красивой но все-таки нужна ли она это уже скажете вы я так как заметил что его мотля это ем и мочкой то дошли проехали а сам для меня даже не стрёмно вот так типа ты паци полностью в нули на скорость бросать у нас как бы все равно драк пол него разгон это просто пушка гонка а и проехал даже дым свой увидел три минуты мне кажется это как-то долго ладно фиг с ним наш воду заехали почти 20000 накинули 41 единицу опыта я кстати не знаю за доставки ну за грузоперевозки выдают типа опыт или нет еще не проверял вот ну короче за все время я успел третий уровень апнуть ну и сейчас у нас 4 будет зависит от выпуск может там до 5 поднимется но это поднимается чисто за гонки насчет грузоперевозок не знаю но честно говоря сомневаюсь что грузоперевозки дадут опыта хотя по идее должны сейчас короче возьмем грузы блин или погонять с кем еще ладно погнали погоняем это не будет смысла если я тут вот один на трех секундах выезжаю если никого не будет вы же зачем мне одному участвовать в гонке кстати я заметил один прикол они в топе вот видите первые пять мест и я вам открою секрет это не первые пять мест это читеры кита как можно не важно даже какую гонку как можно какую-то гонку пройти за одну секунду но это чисто физически невозможно они пользуются либо каким-то багом либо это просто читеры тут неважно даже какая машина как я понял тут вот даже на фури можно участвовать причем самое хреновенькое однако и все равно победить за одну секунду сейчас я короче даже покажу возьмем абсолютно любую даже вот спит-авеню допустим и теперь смотрите где какой топ реально где на самом настоящее первое место сейчас покажу вот видите тут время растет и вот пожалуйста вот вот этот перерыв 7 секунд и 37 секунд то есть это 30 секунд перерыва я не знаю мне карту знаю я верю что за 37 секунд это пройти можно ну потому что это рекорд вот видите то есть это уже нормальное время за 7 секунд это пройти невозможно так же как и уж тем более за одну секунду у меня тоже есть бугатти но поверьте мне бугатти с v16 не решает то есть ну не в плане что не решает но за одну секунду честным способом но не пройти ни одну я не знаю что это за баг такой лечит если это просто баг какой-нибудь я хочу узнать его и воспользоваться ну потому что блин смотрите какие бабки можно получить а чё она того стоит но если это чит то нет читами я пользоваться не буду я игрок честно я могу от силы только багом воспользоваться но читами я никогда пользоваться не стану а на монументе тоже никого чё сервак такой неактивный у нас тут вот это лютые челы из 36 тысяч миль это вообще сколько он играет боюсь только представить кстати как я вижу я больше 50 левела не нашел нигде то есть я так понимаю что это предел могли бы хотя бы соты сделать в принципе 50 тоже нормально смотрится побед конечно да с моими 164 вообще не сравнится деньги еще ладно 8 лямов накопить на самом деле не тяжело то есть но я видел и побольше денег там чины были по 100 лямов по 200 то есть ну это 8 лямов это ни о чем тем более те машины которые я хочу купить и покупали те которые есть они тоже стоят очень прилично даже bugatti три с половиной ляма следующую машину за чуть больше хочу купить я даже знаю ким этом пара машин есть понравились 36 миль накатать это конечно что то чем-то поэтому хотя бы десятку я поставлю чтобы я сейчас мог по сути даже если меня было 10 тысяч обстоял бы ну только вместо этого чела вы так что мне было далеко до этих дядек так тем не менее погнали возьмем фуру короче сейчас сколопчик или каспером сколопчик сканить и все таки нет все таки надо будет сегодня купить фуру сейчас я вам покажу настоящий кайф делаем вот так это первое лицо от первого лица это максимально балдеж вот так он прям чувствуется блин бромб от первого лица это прям чувствуется даем нитро пеши по хасани с на нем такое себе но просто ехать от первого лица это максимальный кайф то есть такое ощущение будто я в какой-то евротрак на минималка играю те евротрак сам по себе такая минималка со старикой графикой но это же робот тут график своя красота жалко что руль не вращается также я даже как разработчик игр который работал с машинами я честно не знаю вообще как работает именно по скрипту и все это вращение но мне кажется 900 градусов сделать по идее должно быть возможно то есть ну можно было сделать это ну я конечно понимаю что на фурах вроде 1200 вот но хотя бы сделали универсальные 900 везде потому что в основном то у всех такие рули даже банально если кто на них играет норм наваливаем только единственный счет притормозим все-таки нам не просто ездить надо сделаем одну доставку на этой фурии купим другую я решился заходим в следующем видео мы кстати обязательно узнаем все эти локации вспомним японию зайдем на race world и конечно же на аукцион краски думаю к аукциону десятый уровень мы набьем но это несложно будет атакс сюда заходим и вот друзья тэпс не можно и гоночки арии всякие вот есть трейлер кстати раньше по моему только трейлер писал сейчас добавили отдельно тракинг именно для грузовиков конкретно не для машин здесь zp больше вот и на самом деле зарабатывать на этом это просто кайф блин за эту доставку мало добыть ну ладно поехали первого лица лишь такая подвесочка приятного чекай по-моему я немножко не туда еду давай сюда спускаемся все таки это не машина поворотливость тут нормально так что можно принципе не сильно поворачивать рулем кстати опять же как разработчики я скажу градус поворота колеса это настраиваемое гибкое дело то есть это тоже можно настраивать насколько колесо поворачивается я вам по секрету скажу у фура но здесь поворачивается больше чем у машин на сколько градусов точно я не могу сказать но просто говорю что сам факт она поворачивается больше и он планша по красоте завернем давайте пробуем вслепую типа прицеп поставить чаткой он сюда заедем блин такое ощущение будь я все-таки в я раз рак играю не драйфу сейчас мы сто процентов должны поставить поставили 30 тысяч это самая вообще детская зарплата которую можно только получить уже повыше чай если попробуем так о нифига себе красота красиво смотрится чай попробуем короче вот так вот покататься кстати по идее новая фура она должна быть быстрее мощнее ну чисто по идее тихо 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 не разматывайся мы только начали я не знаю куда ехать поехали сюда кстати я вижу что у нас один выполнен квест но там короче нужно випку купить вот я конечно же ее куплю появится бабка куплю делал в одиночном вроде бабки сказать ладно ну как ко мне как по мне конечно типа прикольней все таки от первого лица я боюсь представить если бы евротраки так фуры наворачивали бы все их не прицепы кстати если чё для любителей и грузовиков я снимал ну я снимал и снимаю по евротраку еще на моем канале есть видосы по нему причем нет ну я там не один был там конвой с моим другом был так что ну кому интересно тридцать девять тысяч ну сорок может стать и так 800 тысяч у нас есть там где-то 310 по-моему стоит та фура покупаем кстати а что за трекс наверное что-то прикольное на вид но обычная внутри весел сейчас мы узнаем что за весел весел типу знаешь если типа чё не заговорили то типа весел не ну вообще выглядит зачетненько особенно вот американские куры я обожаю так что походу это мой новый любимчик будет и у него кстати две задние оси он двухосный подожди сколопчик 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 а ладно понятно тоже двухосник да и да тесла по моему тоже это его характеристики 254 максималка на 800 лошадиных запомнили да ищем сколопчик а ну вообще он одинаково ладно я уже думал удивят чем могли бы заранее подкруточку сделать побольше но стоит он дороже вроде бы как так что покупаем в каком цвете блин а в каком цвете до этого он был я не знаю в каком я хочу не я хочу наоборот коми такой темненький или может такой серенький я только не такой белый тоже не смотрится вот именно такой серый такой серебристый вот серебристый ван лав или не вот такая фура у меня будет золотые покрышечки и черненький вверх покупаем а кстати на секунду добавили такую фичу не помню было на раньше нету помнят короче толком звуков не слышу услышим потом вот такая красота теперь можно дверки открывать а по-моему была такая возможность дальше помощью с лёхой прикалываешь дверь ему всем на старте открывал вспомнил что за тэшка тюн ну погнали ой подвесочка приятная ну это конечно дело настраиваемое но тем не менее тормоза хорошие прекрасные прям задние 70 нормально опёрли давай что ли без нитро сейчас попробуем от первых как уйля звуки вообще приятные звуки прям прикольные приятные нитро ну по сути он будет ехать так же как скалоп прокачаем в тюнем тот же скалоп у него огонь с этой трубой прикольный но чисто визуально мне нравится больше этот то есть ну американские грузовики это мое все ну европейский мне не очень нравится типа европейский тип грузовиков они какие-то маленькие компактненькие такие ну типа такой себя вот американские вот прям вот красота просто вот в америке америка ван лав так заходим в гараж и так чё у нас есть может поставить 10 передач ну типа в етресе у меня очень много передач стоит на американской фуре то есть это 18 я каших уменьшил но они все равно в районе 10 где-то по сути для фурам нужно много передач по насчет с этим потом разберемся не знаю что в стоке стоит но в 12 ни капли не лучше хотя кто знает какие у нас есть чипы всякие эксчазы поршни деки супер чарджеры калач недорого но для начала а кстати нитро еще для начала для начала мы купим 10 передач как у фуры чтобы их было прям много вот ее тюнингом я прям хочу заняться сразу нитро купим и поехали сразу в визуал наверно давай еще здесь поработаем 120 я ладно в этот отдел мы чуть позже придем пиши нам денег уже не хватит после всего этого тюнинга но тем не менее ой слики слики красота покупаем бодик ну спойлеры не знаю мне кажется конечно лишним будет фигня может только если какой-нибудь такой малюсенький типа такого маленький нет там большой уже этот ну в принципе кстати вот этот смотрится и хорошо да мне вот это нравится оооо вот это вообще класс или свет не хочу свет тем более он тут красиво стоит ну бампера все эти так себе выглядят ну вот свет в принципе поставить можно тут типа специальная перегородка для него есть то есть поставить можно а а это с этими и без ну с этими конечно 140 тысяч так что у нас дальше это только бодик был раскраски это типа golden виф у меня выбран ничего больше трогать здесь не буду а на это на это на это тоже как всегда огонек чего-то куксить нового не завезли не вижу ничего такого примечательного конечно еще вот это конечно прикольно но у нас полицейские вау у нас как это как всегда огонек так с надписью блэкер так ну и покрышечки какие-нибудь красивенькие поставить о нифига себе даже так есть они меняют они анимированные фига себе красота лепота я все такие бы поставил ладно и так что можно поставить клевера нет о вот эти хорошо смотрится баксток а давай сразу оксить нет нет кости человек что от низа листать там самые дорогие по идее самые такие интересные это база но вот эти вот хорошо смотрится такое ужасно ну это смотрится странно нифига гардерон очень интересно ларайза так это фигня юрия деволи буллет а че здесь черные а че спереди черные короче короче мне прям зашло что мне зашло гидерон покупаю все все вот такой визуальчик сделали так что мы там хотели сделать а кстати а где кастомный гирбокс вот вот ладно с этим разберемся на тормоза мне уже естественно не хватает так ну кастомную подвеску это обязательно чазис гоночный поставим потом не знаю правда как он будет тягаче смотреться но поставим ну здесь покуда обградить что не буду потом покажись красавчик ой ля красавчик обернулся там челик короче с горы летит ну короче сервак живой вижу поехали норм передачи работают львов см давай 10 10 10 сна там конец дороги я 10 10 еле выдает он может вот я сбил он может 240 короче максималка без тюнинга в плане что ну по сути мы ничего двигательного именно не тюнили 250 давай я готов норм два еще сюда на мостик вы землились пасан ну пасан на фурах конечно такой сенула это нормально что я трясет ладно вроде нормально и так чё мы делаем переключаемся на вот этот вид и как всегда играемся а где тут были настройки блин а здесь же где-то настройки были а ну-ка вот я думаю можем поднять высунуть ну загинать точно не будем а мы градус поворота можем сделать топ-спид модифер ладно с этим поиграемся какие-то новые параметры ну пускай будет вот такой высокой по высоте устраивает а вот дампенинг ну где-нибудь в сельдинку поставим а на стоке он вообще такой вот в сельдинку поставим и по сути получаем такую прыгучесть даже где-нибудь сюда поставлю все нормально теперь вот такой вот градус поворота руль к сожалению не передает она более поворотливой стал еще подожди а на ровном месте это кто дверь оттуда можно право открыть нельзя так нормально полетели а чикань типа поворотливость руля на скорости я теперь по ходу понял за что отвечает параметр по сути это более тонкий поворот по сути это более тонкий поворот по скорости нормально не скоро на скорости мне прям не хватает поворота там вообще лента красивый асфальт эффект дождя вообще кайф так а если а если такой поставить не ну поиграться что все любим то есть по сути мы вот как на старте вот так поворачиваем так и должны на максималке поворачивать вот топ спид мне уже показалось что он отвечает за топовую скорость да теперь нормальный поворот вай 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 еще и сборочки ну вот типа нормальный поворот у меня одна тупенькая идея появилась ну я все таки поставлю по центру то есть 050 как оно и было и так будет самое то сейчас очень интересная идея появилась 3 2 1 а я думал так получится ну ладно короче топ спид ставим так на базу типа возвращаемся нормально ну чё погнали грузоперевозки поделаем сделаем одну перевозку о 50000 нифига суммарно нам больше 60 должны сплотить ну погнали короче сделаем вот эту перевозку от третьего лица а следующую от первого ну и собственно на этом будет все уже прям полностью затюнить эту фуру и все это за это все равно не успею ну потому что денег мало ну к следующей думаю денежек подкоплю и затюню коротенькая дистанция вообще ну еще собственно у меня цели будет сейчас покупать ну типа по тихому после этой фуры когда мы ее обдредим накопить короче много денег побить рекорд по милям то есть поставить хотя бы 10 тысяч вот ну и короче чем славится вообще мои видео по драйфорруду я стремлюсь к самым дорогим и крутым тачкам собственно не будем изменять традиции вот и короче накопим на какую-нибудь эту тачку даже не на какую-нибудь я уже знаю на какую она 8 лямов стоит я даже потом покажу вам тридцать четыре тысячи подожди тридцать четыре тысячи а чё за фигня а нам писала больше нас обманули бывает повезем какое-то говно а нам назад ну погнали хотя что за красивая местность я ее не припомню да у меня так сейчас доперло то что я не помню этой местности типа это что-то новое ну горы мы конечно не попрем чёрт поделаешь тебя может попрем ты чё прешь в горы слышала в горы прет фига себе ты чё выдаешь то так ну короче завалили все что можно было но это пофиг обломчик обломчик через свалку тут свалка образовалась вы чё серьёзно ну если только сейчас понимаешь мы на тяжелой большой неповоротливой не поворотливой поворотливой фуре заехали на свалку ладно это было логично что ну чё лили едет охренеть что ее так хорошо степляет картошек картошек это кто о типа мне просто показалось что кто-то из друзей отшел а кто у меня такой картошка на них звучит прикольно 40 тысяч нормально в общем как то так ровненько красивенько сейчас еще так вот встанем вообще класс ну короче вроде бы мы за эту серию переделали уже все что можно было ну надеюсь вам понравилось было интересно смотреть вот не забудьте написать сейчас в комментарии играть все таки с клавой и без вебки или на руле с вебкой ну как решите так и будет мнение принципиально вот ну а с вами был Никита до следующего в следующем выпуске еще увидимся